Меня зовут Анна Гришанкова, я эксперт ЭМИ, и сегодня я ваш спикер на канале. И очень классная сегодня у нас тема с вами по запросу, который был ранее в эфирах. Это у нас работа с цветовым кругом. Очень много вопросов обычно у мастеров, как работать с цветовым кругом. Так, все, вижу, что подсоединяйтесь, значит, все работает, все хорошо, все отлично, потому что иногда бывает, что YouTube подносит нам некоторые сюрпризики. Так, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня поработаем с коллекцией From Down to Dusk. Классная яркая летняя коллекция, может быть, SoFullMorning немножечко затронем. И сегодня еще поработаем вот с такими вот слайдерами. Это относительно новой слайдеры номер 111, оранжерея. Итак, давайте по теме, по нашей, как работать с цветовым кругом. Очень у многих мастеров есть такой затык, да, не понимают, как подбирать цвета в дизайне, и как же все-таки ориентироваться на этот цветовой круг, о котором так много все говорят. Поэтому я сегодня вам скачала самый такой, знаете, один из самых удобных цветовых кружочков, который я для себя, например, использую. Он очень понятный, и тут есть промежуточные цвета. То есть, смотрите, цветовые круги вообще все разные, да. И вы можете где-то в интернете находить разные цветовые круги. Самый простой круг – это когда есть основные цвета. Красный, желтый, зеленый и синий. Ну, тут он такой сине-фиолетовый, вот здесь синий скорее. И это самый такой, знаете, прям самый-самый простой цветовой круг. И когда он состоит только из одного оттенка, например, заглавного, когда нет градации в более светлый и в более темный. Здесь чуть более развернутый цветовой круг, и он нам больше подходит, потому что здесь есть и градация. Мы можем выбрать цвет либо чуть светлее, либо чуть темнее. И здесь есть еще дополнительный, да, и оранжевый, и вот промежуточный между ними. Да, кстати, у нас сегодня присутствует специальный гость программы. Это моя собака, его зовут Пан. Он сегодня с мамой на работе, поэтому иногда он будет похрюкивать. Это французский бульдог, это значит, что он передает вам привет. Но, возможно, он сейчас ляжет спать и будет немножко похрапывать. Такое тоже бывает у меня в эфирах. Вот он пока ходит со мной, он еще небольшой у нас малыш. Так, ну ладно, дальше вернемся к нашему цветовому кружочку. Что нам нужно запомнить? Смотрите, девчат, если у вас затык, какой цвет выбрать? Самый беспроигрышный вариант для вас – это тусить в рамках одного лучика. Соответственно, если у нас фон темный, то мы уходим в высветление немножко. Много цветов не надо брать. Обычно два-три достаточно. Либо, если у нас фон светлый, то мы идем в затемнение чуть-чуть. Если у нас фон белый или черный, это самый беспроигрышный вариант. Вы можете на белом и черном использовать вообще любые два цвета, например. Я сегодня вам приготовила разные дизайны, которые у меня скопились для примера. То есть, смотрите, здесь фон белый, прорисовка черная. И мы здесь берем оранжево-коричневый такой, да, вот примерно отсюда, и бирюзовый. Два противоположных цвета друг с дружкой, они плохо дружат. Но когда они на белом фоне и с черной прорисовкой, они дружат между собой идеально. То есть, если у вас есть белый фон, вы можете крутиться либо в черно-белом спектре, добавляя только золото и серебро, да, например, вот здесь золото добавлено. Вот здесь тоже черно-белый вариант плюс золото. Видите, тоже абсолютно беспроигрышный вариант. Либо вы можете добавлять любые, в принципе, растяжки, либо какие-то нюансы. Допустим, вот в этом дизайне у меня тоже черный и белый плюс цветовое такое вот пятнышко. И это цветовое пятнышко может быть абсолютно любым. Оно может быть любого цвета и всегда будет здесь актуально. Понятно, да? То есть, если у нас белый фон, либо вот еще может быть дизайн, когда у нас белый фон и черная прорисовка, вы можете абсолютно любые цветовые пятна ставить, они все будут в тему. Даже контрастные, даже совершенно неподходящие друг другу. Дальше. Также самая гармоничная история будет, если вы берете два соседних цвета. Когда вы берете два соседних цвета, да, то тоже получается очень гармоничный дизайн. И вы туда можете впихнуть всегда черное и белое. Вот, например, тоже, да, вот из этих двух цветов сделан дизайн. И черно-белая прорисовка, она будет здесь всегда в тему, в любом виде, абсолютно в любой композиции. Если сомневаетесь, путешествуйте в рамках одного спектра. Тоже совершенно беспроигрышный всегда вариант, когда вы делаете в одном цвете. То есть, здесь взят коричневый, и он просто выбеляется, да, либо затемняется, либо выбеляется. То же самое здесь. Взят розовый и желтенький, и зелененький, да. То есть, вот они пошли. Розовый, близко тут, желтенький и зелененький. Вот так вот по пастельному вот этому кружочку. И черный, он все объединяет, черный с белым. Так, если, например, у вас также присутствует какие-то много цветов, можно не уходить в какие-то темные спектры. То есть, путешествовать только вот по одному радиусу. Допустим, если это голубой, сиреневый, розовый, тоже всегда получаются очень гармоничные дизайны. Да, давайте посмотрим тоже пример. Например, когда у нас растяжка голубой, сиреневый, розовый. То есть, друг с другом это каждый цвет соседний. То есть, если мы возьмем голубой с сиреневым, это будут два соседа. И если возьмем сиреневый с розовым, это тоже будут два соседа. Поэтому вместе они очень красиво смотрятся. И на прорисовку я всегда советую брать черный и белый. Черный и белый, девчонки, никогда не прогадайте. Также универсальный цвет серый. Когда вы добавляете серый во что-то, или черный, или белый, это всегда тоже беспроигрышный вариант. То есть, если сомневаетесь, если хочется еще больше цвета, берите серый, еще также бежевый. Серый, бежевый, белый и черный. Серый, бежевый, белый и черный. Тоже всегда беспроигрышный вариант, и никогда не прогадайте. Вот так же, да, зеленый с бежевым. То есть, любой цвет возьмите, и с бежевым он будет смотреться хорошо. Также с черным, любой цвет. Видите, здесь взят желтый поярче, желтый побледнее, плюс черный. Тоже всегда беспроигрышный вариант. Также рядышком все, когда находятся, да, либо сосед, либо чуть-чуть дальше, тоже очень хорошо вместе сочетаются. То есть, например, голубой, зеленый, желтый, да, даже в сложных каких-то дизайнах они смотрятся хорошо. Плюс черный и белый, голубой, зеленый, желтый. Но также, если мы возьмем оранжевый, розовый, сиреневый, например, да, то есть то же самое будет. Самые сложные сочетания, девчонки, это полярные. Когда у вас два полярных цвета, это значит, что они противоположны друг другу. Их точно стоит избегать в градиентах, потому что на пересечении они всегда дают коричневую грязь. То есть, например, если у вас оранжевый и бирюзовый, они при смешении дают серо-коричневую грязь. Поэтому вот эти вот цвета, если вы градиент делаете, всегда через какой-то промежуточный цвет, да, а лучше через два промежуточных, которые один ближе к одному, другой ближе к другому. Тогда еще как-то они соединятся. Но вот вместе, вместе они не очень хорошо дружат. И когда вы используете такие сочетания, такие же, как, например, зеленый и розовый, да, они дают всегда очень яркий контраст. Если только это не пастель. Вот пастель, она еще как-то между собой их может соединить. А если это вот такой контраст, то это всегда очень яркое сочетание, очень такое сочное, вырви глаз. И в клиентском варианте, если только нет такого запроса от клиента, лучше таких сочетаний избегать. То есть, это больше такие провокационные дизайны, такие дизайны провокации, которые очень прямо бьют в глаз. Всегда. Особенно, если это в ярком вот таком кружочке делается, а не в пастели. Пастель еще как-то смягчает, там белый добавляется, и получается помягче. А вот в ярком цвете это всегда очень такой вызов. Объявления часто делают такими цветами. Например, на красном синий, да, на красном там синий, на оранжевом синий, на желтый, на фиолетовом, на синим желтый. Вот Икея, например, да, логотип. То есть, вот эти вот все объявлялки, они чаще всего делаются контрастными, чтобы они резали глаз. Да, также вот, например, фиолетовый и желтый, да, практически вот они на противоположных сторонах, поэтому всегда будет это смотреться очень ярко, броско и вызывающе. Если запроса у клиента такого нет, лучше таких сочетаний избегать. Так, ну и давайте потренируемся, да, я сейчас вкратце вам по теории пробежалась, чтобы у вас было понимание, как примерно работать. То есть, смотря что у вас спросили, просят гармоничное сочетание, очень гармоничное сочетание, работаем только в одном спектре. Просят гармоничное сочетание, шагаем либо вправо, либо влево. Стараемся не сильно уходить по диапазону светлоты. Помним всегда, что светлое на темном, темное на светлом. То есть, если у вас темная прорисовка, темный фон, то на ней должна быть светлая прорисовка. Если прорисовка темная, то фон должен быть светлее, чем прорисовка, иначе будет сливаться. Ну и если у вас, конечно, нету задачи, чтобы у вас, например, был вот такой вот дизайн, который на нюансах построен, да. То есть, если у вас нет задачи, чтобы у вас линии выделялись, как, допустим, вот здесь, да, то есть тут такой контрастный граффити вариант, а здесь вариант очень спокойный с камнем. Сейчас я приближу. Здесь вариант очень спокойный на нюансах. Эффект камня, по-моему, Агата или Оникса. Не помню сейчас точно, что я брала за референс. Вот, но если у вас нету задачи сделать линии яркими, тогда да, тогда вы берете очень сочетание близкое по тональности. Если у вас вариант такой, что вам нужно что-то поярче, то тогда всю прорисовку вы делаете темную на светлом фоне или светлую на темном фоне. Так, ну погнали. Давайте попробуем это все теперь воплотить в дизайне. Так, по теории пробежались. Итак, смотрите, что я сейчас вам покажу. Я вам покажу один дизайн прямо близкий по одному спектру, а второй дизайн покажу, который будет подальше по одному спектру друг от дружки. Хорошо. Так, что-то шмякнулось. Ай! Так, сейчас, секунду. Давайте все это расположим так, чтобы нам это красиво все было видно, никуда ничего не уезжало, потому что мы по кружочку будем ориентироваться. Да, чтобы не отсвечало нам, чтобы нам не отсвечало, нам нужно еще как-то так это все сделать. Сейчас секунду. Все, готовенько. Так, вот смотрите, например, почему я взяла набор From Down to Dusk. Во-первых, здесь у меня есть бежевый. Бежевый цвет, вспоминаем, что я сейчас сказала. Бежевый цвет – это универсальный цвет, который подходит ко всему. Во-вторых, у меня на слайдерах присутствуют какие цвета и оттенки. Да, присутствуют зеленый, желто-оранжевый, красно-оранжевый и фиолетовый. И смотрите, сюда очень круто все это подходит и заходит. Здесь есть и фиолетово-розовый такой цвет, и зелененький есть, и бежевый универсальный, и красный, представленный в нескольких оттенках. Круто-круто, все уже придумано, все уже подобрано. Так, первый мы сделаем на темном фоне. Смотрим, что мы хотим. Я хочу использовать вот такой цветочек. Он у меня не очень светлый и не очень темный. Мне нужно, значит, сделать фон либо белый, прям светло-светлый, розовый может быть, да, либо можно использовать более темный оттенок. Я использую более темный оттенок, он у меня здесь как раз есть, 408. Так, 408. Покрываем. Значит, сейчас, напоминаю, делаю прям самый беспроигрышный вариант. Когда у вас головняк, какой цвет подобрать, и мы подбираем оттенки в рамках одного лучика нашего цветового круга. Ставим в лапу. И второй. Второй я хочу сделать. Я хочу сделать бабочку вот такую вот. Тоже смотрим, что у нас там присутствует. Черный и белый. Отлично. Черный и белый беспроигрышный вариант для любых прорисовок. Помним. Дальше у нас есть желтый и оранжевый. Смотрим. Желтый и оранжевый. Где они у нас? Вот здесь. Они близкие. Очень хорошо. Отлично. Значит, ничего слишком мудрить не надо. Что у нас идет рядом с желтым и оранжевым? Конечно же, у нас идет зеленый травянистый. Вот он у нас присутствует. Зеленый травянистый. Бабочка у нас с черной обводкой, поэтому она не пропадет на светлом фоне. Как мы логически рассуждаем. Помните, светлая на темном, темная на светлом. Этот цвет у нас достаточно светлый, но у нас в бабочке темная обводка, поэтому на светлом тоне она не пропадет. И можем также немножечко подсветить желтым и оранжевым. Да, желтый и оранжевый. То есть мы двигаемся в сторону и берем ближайших соседей. Вот они у нас. Можем подвигаться вот в эту сторону, но это если бы у нас была бабочка, например, какая-нибудь голубенькая, фиолетовая, то мы бы, может быть, вот в эту сторону потопали с вами. А мы шагаем сюда, потому что у нас, например, вот слайдер. Вот мы отталкиваемся от слайдера, и сразу же у нас выстраивается схема, какие цвета мы можем использовать, какие цвета у нас будут гармонично смотреться. Потом я все там уезжаю. Мама не велела туда уезжать. Не хочет. Мы вам вот так вот поставим. Все. Отлично. Так. И сейчас еще, подождите, воткну вот такую штучку. Вот. Все, теперь точно не уедет. Так. Второй типсик мы делаем зеленым. Зеленым. Он такой у нас, да, зеленый-желтенький. Мы можем тут сейчас делать, там, топтать градиенты много сильно, но я предлагаю этого не делать. И прямо сейчас сделать такие экспресс-варианты, которые вам в работе хорошо зайдут, потому что всегда в работе все, что с пометочкой экспресс, это всегда полезно. Так. Берем наш цвет, которым мы покрывали фон, 408-й. Сейчас еще, подождите, воткнуто, направлю. И мы его будем разбелять. Берем на палитрочку. И с любым белым, у меня это будет 001. Можем его начать разбелять. Когда вы его разбеляете, девчонки. Не советую сразу прямо в одну капельку цвета бахать сразу белый по полной. Потому что вы можете не угадать, например, и потом добавлять то темный, то светлый, чтобы добиться лучшего оттенка. И у вас будет огромная лужа материала, который вы не сможете никуда использовать. Поэтому вот капнули рядышком, возьмите чуть-чуть отсюда, чуть-чуть отсюда, смешайте и посмотрите, что получилось. Если недостаточно, например, светло, да, как бы вам хотелось, то добавляйте фиолетового побольше, ну, темного побольше. Если, например, наоборот, вам кажется, что получилось очень сильно темно, то добавили сюда чуть-чуть белого. Ну, то есть понятно, да, не сразу смешивайте, потому что можете просто прогадать. И сейчас прям мой любимый вариант дизайна самого простого. Мы берем, допустим, обозначаем какое-то место красиво, хорошо, ровненько, нажимаем на кисть и делаем вот такой мазок. Можем два мазка сделать. Можем еще протянуть. Смотрите, сразу получается куча полосочек. Да, вот я люблю такие хаотичные мазки в быстрых дизайнах. Они сразу дают вообще классный эффект. Сушим. Что делаем здесь? Здесь я хочу вкорячить оранжевый. Хочу вкорячить оранжевый. Вот такой вот, да. Но смотрите, если я сразу его буду делать, у меня зеленый от оранжевого достаточно далеко, лучше сделать через промежуточный. И у меня в качестве промежуточного будет нейтральный бежевый, который ко всему подходит. То есть я беру, тоже так же облокачиваюсь и, допустим, делаю мазок кистью. Делаю такую кляксу бежевую. Все, сушим. Здесь, опять же, нам хочется, например, еще чего-то добавить. Мы можем смешать еще посветлее оттеночек. Да? Опять же, начали откуда-то красиво, ровненько. И еще сделали разочек. Видите, когда у нас идет один и тот же цвет в разбелении, он всегда смотрится гармонично. Вы никогда не прогадаете, если у вас один и тот же цвет, просто в более затемненном виде, в более разбеленном виде. Всегда будет очень гармоничное, спокойное сочетание. Более контрастно смотрится. Чем больше вы разбеляете, тем более контрастно смотрится. Но если вам не нужен этот контраст, то сначала чуть-чуть разбелите, и все. И на этом остановились, и будет очень такое плавное, спокойное сочетание. И теперь как раз вот оранжевый. Можно и в таком виде оранжевый сделать, в ярком. Но мне хочется чуть-чуть его подбелить почему-то. Но это чисто уже, знаете, какая-то чуйка художественная. Хочется немножко, чтобы он был побелее. Да, вот такой хочу. Чуть-чуть посветлее. Тоже так же облокочусь. Облокочусь. И сделаю такой мазок. Все, сушим. Вот смотрите, теперь на эти фаны, по сути, на эти фаны, можно вообще все, что хочешь, шмякнуть. И будет уже все круто. Вот у меня, например, есть два шермикона. Да, я приготовила. Во-первых, золото-серебро можно всегда. Да, то есть любая золотая, например, даже вот надпись, она будет всегда смотреться сразу стильно и очень лаконично, без перебора. Если вы хотите более контрастную, то вы выбираете либо белую, либо черную надпись в зависимости от светлоты фона и от того, что вы хотите добиться. То есть если я сейчас сюда бахну белую надпись, у меня будет такая более контрастная, более провокационная история. Если я сюда положу черную надпись, то она у меня пропадет. Понимаете, да? Видите, на темном черное пропадает визуально. Если даже перемещаю в более светлый цвет, темное на светлом, светлое на темном, то, что я вначале говорила, то уже получается больше просматриваемость. Вот лаки стар, например. Можно с золотой какой-то блямбочкой, тоже хорошо будет смотреться. Также, если вы любые выбираете какие-то, например, наклейки, слайдеры, шермиконы, если у вас они блестящие, то они будут отливать, вы их можете бахнуть на любой фон. Если вы черное сюда сделаете, почти пропадет. Если целью есть сделать очень такой спокойный дизайн, не кричащий, тогда делаем. Если хочется более контрастно, тогда мы черные вот эти липочки перемещаем в более светлый участок дизайна. И когда у вас белое, черное, либо золото, серебро, вы всегда сделаете гармоничный дизайн. То есть, вот смотрите, какие условия. Давайте проговорим еще раз. Тусим в одном лучике. В данном случае мы вот здесь тусили. То есть, берем один изначальный цвет, и мы его высветляем, либо можем затемнять. И выбираем на светлом темное, на темном светлое. То есть, белое будет очень контрастно. Золото, серебро всегда подчеркнет выигрышно. Никогда не испортите. Черное, в зависимости тоже от желаний клиента, вы размещаете либо на темную часть, чтобы было более спокойно, либо на светлое, чтобы было поярче, поинтереснее, поконтрастнее. Так, это я просто для примера. Вообще, я задумала цветочек сюда шмякнуть. Где? Берем, выбираем цветочек. Тоже, видите, цветочек тоже розовенький. И смотрим, куда мы его можем сделать. Вот я хочу вот сюда куда-то его. Можно через штампик делать, можно так. То есть, вот опять же, да, у нас с вами, в принципе, цвета практически из одного спектра, да? Но чуть-чуть я тут не попала оттенком. То есть, фиолетовый, фиолетовый, розовый, фиолетовый. Все розово-фиолетовое. Только желтая серединка. Желтую серединку можно, кстати, перекрыть чем-нибудь. Ну, не будем на этом заморачивать. Сейчас я туда поставлю просто белые точечки, и она пропадет, чтобы она нам тут не мозорила глаз. Видите, убираю желтую серединку, и становится более спокойно. Открывая желтую серединку, становится она прям сразу, как светофорчик, на себя берет внимание. Так. И сюда, сюда хочу бабочку. Вот у меня тут будет бабочка. Также можно через штампик можно переносить пинцетиком, как вам уже удобно. Тут нету какой-то... Сюда, потому что у меня оранжевый внизу, ну, а здесь оранжевый наверху у крылышек, и поэтому я решила сделать, чтобы не совпадали у меня вот эти штучки. Так. Теперь перекрываем теклосом. Можно локально перекрыть. Да, допустим, я только бабочку теклосом перекрою. И внизу, потому что я хочу шермикончик еще сюда затетерить. Угу. И тут тоже теклосом перекрываю. Тоже сейчас сюда шермиконку вставлю. Шермикон на теклос, желательно на очень хорошо просушенный теклос. К очень хорошо просушенному теклосу всегда прям примагничивается шермикон. Даже, знаете, ничего делать не надо. И вот отсюда я возьму... Вот такой хочу шермикон белый на бабочку взять. Пинцетиком открепляю. Аккуратненько снимаю с подложки. В шермиконах обожаю то, что они на прозрачной основе, потому что можно ими... Можно их подбирать. Да, прямо клиенту показывать, как у него будет дизайн, чтобы он уже представлял, чтобы у него ожидания, реальность совпали. Это классный инструмент, особенно для новичков, кто в дизайне плавает пока. И кто боится, что, например, он накосячит, что клиент будет ожидать от него дизайна одного вида, а по итогу он накосячит и получится другого вида. То есть вот смотрите, опять же, мы крутимся в рамках близких. Цветов плюс бежевый, нейтральный. А все остальное белое-черное. Вот тогда вообще не прогадайте. Все, перекрываю теклосом окончательно. Да, прохожусь по шерникону, чтобы он меня не выпирал. И засушиваю. Так, что здесь мы выберем с вами? Я очень люблю с геометрией сочетать флористику. Прямо обожаю флористику и геометрию. Я думаю, сейчас сюда я вот этот шермикончик. Видите, подбирать очень удобно. Вы можете прям смотреть, что у вас получается тут. Я хочу вот этот вот осень приклеить. С веточкой. Мы сейчас, смотрите, цветочек сразу дополним и золотиночку вставим. Опять же у меня, да, пошло, смотрите, золото беспроигрышное и черный тоже беспроигрышный вариант. И я ставлю так, чтобы у меня веточка из цветочка выходила. Сейчас еще подрисую, чтобы это у меня была часть цветочка. А сюда поставлю вот такой вот лаки стар. И у меня, смотрите, будет перекликаться золото с золотом, черное с черным. Укрепляем. И монтируем. Так, так же перекрываем все теклосом. Все, и сушим. Дальше прорисовка. Если она нужна, да, вот мне, например, не хватает всегда прорисовки. Я, конечно, ее пихаю, ну, практически в 100% случаях. Я люблю очень дополнительно делать какие-то полосочки, точечки, обыгрывать все это дело. И, конечно же, тут у нас с вами абсолютно незаменимый материал. Это у нас эмпаста. Эмпаста у нас представлена в самых базовых оттенках в наборе классическом. И ей можно рисовать прямо на поверхности топа. Берем, опять же, белую. Это белый рафинад. И черную. Что-то опять выключилось. Ну, все, я думаю, что здесь понятно. Это мы давайте уберем. С цветовым кругом. Я думаю, разжевала сегодня. Вот и до. И белый и черный, конечно, девчонки, самая ходовая. Вот если вы набор не хотите покупать, я, честно, не очень помню, но, по-моему, они продаются, белый и черный, отдельно. Поэтому вот если у вас нет возможности купить весь набор, купите хотя бы белую и черную эмпасту. Это уже, знаете, прям вот... Ну, это самое ходовое, что у меня есть из рисовальных вот таких вот штук. То есть белая и черная эмпаста – очень такие пастозные материалы, которыми я делаю и внутри дизайн, и снаружи дизайн. Всегда у меня идут черный-белый. Сейчас там какая-то пипюля на кисточке прилипла. Секунду. Пипюля, уходи. Ты не мешаешь. Все. Так, белый-черный. Значит, сначала хочу... Ну, я больше всего с бабочкой поработаю. Я вот, конечно, прям хлебом не корми, дай мне вот поделать вот такие вот штуки со слайдерами. Я так люблю их прорисовывать потом, какими-то вот точечками обыгрывать. Для меня они становятся прям как живые. Сразу очень выделяются. Сразу становятся какими-то такими объемными. Поэтому я, конечно, очень люблю как раз вот что-то пообвести. Можно крылышки еще чуть-чуть пообводить. Ну, здесь, знаете, нужно прямо вот аккуратно, конечно. Если вы здесь переборщите, то будет уже грубовато. Сушим. Здесь мы с вами в рамках одного спектра. Поэтому сюда я еще возьму фиолетовую импасту. Фиолетовую импасту. И что-то ей поделаю. Ну, во-первых, сначала я черной импастой заглушу вот эту серединку желтую, потому что она мне прям глаз слепит. Возьму и вот так вот понатыкаю сейчас ее, затыкаю. А потом белым пройдусь. Чтобы она у меня была обозначена, чтобы она вот этой желтизной мне в глаз не била. Понятно, да, почему? И черным, черным, черным я добавлю вот здесь вот еще листик, чтобы связать мой шермикон с цветочком. Так, сушим. Так, пара, не храпи. Так, тоже берем черный. И я хочу дорисовать еще бабочки здесь, усики. И тельцы немножко. Тельцы чуть-чуть. И маленькие тоненькие усики. Чем еще люблю импасту? Тем, что вы можете, если у вас не получилось, стереть и начать все заново. Вот представьте ситуацию, что вам нужно стереть, когда вы еще не перекрыли топом, да? Это же капец, паника. Потому что вам нужно стереть, а вы тогда испортите свое все покрытие. А здесь вы можете стереть в любой момент и покрытие не испортить. Что? А, хватит храпить. Храпун, храпит. Так. Это я хочу нарисовать такую бабочку, еще дорисовать немножко. Сейчас, может, чуть-чуть расслоилось. И бывают такие крылышки, которые вот с такими отросточками. Можно какую-то бабочку копировать, можно свою сочинять бабочку. Тут, конечно, знаете, девчонки, как говорится, нужно вовремя остановиться. Иногда, чтобы не переборщиться. Ну, все, я думаю, что хватит. Так, а здесь у нас светлое должно быть что-то, чтобы у нас цветок не потерялся. Поэтому я беру светлый, белый, да, и сначала серединочку проставлю. Проставлю серединочку. И смешаю с фиолетовым. Сделаю тоже светло-светло-фиолетовый. Сейчас еще побольше. Еще посветлее. И вот здесь у меня веточка такая хорошенькая. Я ее хочу повторить еще в другом месте, дорисовать. Так, сейчас фокус, чтобы не убегал. Веточку сюда сделаю. И веточку еще вот сюда спущу, наверное, чтобы у меня вот так по диагональке шло, но уже вот так ее порисую. тоже, видите, у меня там идет вот такой цвет фиолетовый. Я его сюда продолжаю, чтобы у меня, опять же, я путешествую в рамках одного спектра, да, дальше я не захожу. Сюда и можно еще вот сюда вот немножечко выпустить, чтобы не терялось. Ну все, уже отлично, осталось только лепесточки немножко повыделять, и вообще прикольный получился, мне кажется. Так, ну что, с бабочкой у нас все, я думаю, что. Можно, конечно, еще чего-то добавлять, но он такой лаконичный. Я бы, может быть, сюда черную лунку добавила еще, если додумывать дизайн. Да, наверное, вот прям луночки здесь темненько не хватает. Давайте сделаем, пока у нас все равно сохнет. Я это сделаю сверху эмпастой. В принципе, так можно это сделать. Но если бы это было у края, я бы еще подумала. А так как это сверху, у кутикулы, можно и наклеить. Я думаю, такое сотворить, такую площадь закрыть. Не тоненькие линии эмпастой сделать, а прям вот так вот закрасить. Только хорошенько просушить надо, две минутки. Может быть, на всякий пожарный просто лаком прозрачным перекрыть, чтобы никто ничего не снес. Но я думаю, что в зоне кутикулы это все совершенно спокойно должно продержаться до коррекции. Я имею в виду, если вы такой финт ушами решите на клиенте делать. Да, вот для меня сейчас больше собралось все это в такую композицию единую, которая мне нравится. Сушим. Также можно было заменить бежевый на желтый. Да, тоже было бы прикольно, еще бы повеселее. То есть тут сейчас поспокойнее. Если бы вместо бежевого использовали желтый, было бы тоже интересно. Я думаю, что и классно. И давайте последний штрих у цветочка. Это лепесточки. Я тоже очень люблю импастой доделывать слайдеры, чтобы они были прям, знаете, как живые. Как будто это жестово нарисовано. Кое-где промазать. Это вот сейчас я много мазнула уже. Берем частично. Видите, когда оттеняешь, прям вот чуть-чуть, получается вообще прикольно. Как будто это нарисовано мазками, а не слайдер прикреплен. Это я сейчас работаю кисточкой соболь красной нашей. Вот. И выделяется сразу очень хорошо цветочек. Если сомневаетесь, что такая штуковина у вас продержится у клиента, перекройте просто лаком прозрачным в этом месте. Ну или просто весь ноготь, когда просушите. Ну все. Это нужно хорошенько просушить в лампе. Собственно говоря, вот такие у нас варианты получились. Я думаю, что эфир был крайне полезен, потому что долго задавали вопросы. Покажите, как работать с цветовым кругом. Сегодня мы с вами просмотрели самые такие варианты, беспроигрышные, которые всегда вам дадут классный результат. Поработали летними такими слайдерами. И думаю, что все отлично зайдет в работу. Да, такие достаточно экспресс-варианты я вам сегодня показала. Один более такой женственный, воздушный и романтичный, а другой тоже немного романтичный, потому что там присутствует бабочка, но более графичный, такой спортивный, молодежный. Спасибо вам большое за эфир. Мне очень было приятно его для вас провести. И, конечно же, до встречи в новых эфирах. Люблю вас и обнимаю каждую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok